ученые историки или геологи легко играют тысячелетиями а то и миллионами лет однако порой мы не можем вспомнить даже то что было вчера так почему нас убеждают что можно заглянуть далекое прошлое в конце концов как проверить что ученый говорит правду тем более если это правда мне не нравится стоит ли доверять тем кто якобы приоткрывает завесу тайны или наоборот скрывает истинное положение вещей раунд 2 ученые скрывают в этом раунде поговорим об археологии александр сыроватка кандидат исторических наук директор коломенского археологического центра автор около 160 научных работ в том числе одной монографии александр один из докладов который вызвал очень бурную экскурсию дискуссию у нас в интернете был доклад о формировании культурного слоя и некоторые адепты альтернативно доказательной науки даже записали на него видео ответы вот сейчас мы снова поговорим о том как великие города древности утонули в навозе я хочу вас сразу прямо спросить вот археологи утверждают что культурный слой состоит из мусора почему же вот эти люди древние не могли взять вообще метлу и подмести но спасибо александр обычно все таки начинает знакомство с археологами с вопроса как вы узнаете где надо копать а тут значительно более продвинутый вопрос я постараюсь ответить системно ну и издалека итак первое заблуждение которое обычно выражается в виде вопроса вот сидишь в роскопе никого не трогаешь к тебе подходят люди начинают задавать вопросы потому что если человек идет мимо стройки у него не возникает желание пообщаться со строителями а вот видит археолога сразу надо подойти и вот занять его вопросами проявить так сказать к науке уважение и так самый главный вопрос да так сказать ну второй по важности почему вы работаете на такой небольшой глубине а утверждаете что вы исследуете какой-то очень древний объект ну или наоборот если видит глубокий вопрос то сразу вопуль изумления как же так неужели на такой глубине люди жили так для того чтобы ответить на этот вопрос сперва давайте разберемся что такое почва в том числе погребенная почва и как она формируется то это очень важный момент во первых почва формируется тогда когда земная поверхность стабильно когда земная поверхность становится стабильной но если мы возьмем простейший пример наши подмосковье вот мы находимся в московском регионе то здесь поверхность стала стабильной тогда когда отступил последний ледник вот с началом потепления прекращаются зимние пыльные бури вот такой мелкий лес который потом слежался и превратился в хорошо всем известную такую нашу подмосковную желтую коричневую глину изначально вот в этой тундра степи бесснежный потому что дул сильный ветер и он сдувал просто снег собственно стоял сухостой травы и сюда приходила мегафауна чтобы пастись вот ветер гонял в условиях ледника вот эти тучи пыли они оседали и земная поверхность была немножко нестабильна но когда потеплела то земная поверхность стала примерно такой как и сейчас еще раз то есть примерно 12 или 10 тысяч лет назад сформировался современный подмосковный пейзаж но за некоторыми конечно исключениями и не случайно здесь нарисован именно последний мамонт и последняя саблезубая белка который уходит куда-то в сторону северного ледовитого океана они ушли грустные потому что стал выпадать снег им стало нечего есть снег стал закрывать траву но убилки соответственно орешки поверхность стабилизировалась солнышко пригревает талой воды много и начинается на поверхности земли на поверхности вот этой материковой породы или геологической породы образуется много органики эта органика растет цветет бегает прыгает летает и так далее но вместо мамонта пришел например лось или северный олень вот важно понять что если по каким-то причинам лось решил скончаться на вот этой поверхности на вот этой зеленой линии то этот лось не будет лежать кучкой органики разлагаясь на вершине вот на поверхности он начнет просачиваться в направлении сверху вниз окрашивая собой геологическую породу еще раз почва образуется в направлении сверху вниз почва не тесто она не пухнет она не нарастает ну или почти не нарастает а может быть сантиметр за счет дерна за счет пыли в основном почва это геологическая порода окрашенная органикой и она образуется в направлении сверху вниз это означает что если десять тысяч лет назад но вещь была потеряна то она будет лежать на ну примерно на современной поверхности чуть-чуть затянутой травой вот важнейший момент который почему-то всегда из понимания ускользает потом приходит человек вот когда человек приходит он начинает действительно вокруг себя много мусорить что здесь важно важно понимать во первых чем древнее тем проще человек относился к санитарным нормам то есть понятно что он не так понимал себе чистоту как современный человек во вторых что такое мусор мусор это не обязательно нечто неприятное да это может быть строительный материал например вы рубите хижину летят щепки эти щепки никто не будет подбирать никогда вообще если у вас соломенная крыша то остатки этой соломы плюс солома которая сползает с крыши она будет тоже рано или поздно включаться вот в эту вот в этот самый культурный слой но естественно перегнивая перерабатывать поэтому конечно человек много мусорит вокруг себя но это не обязательно плохой мусор нечистый но примерно до эпохи бронза в некоторых местах и гораздо позднее животные жили домашние животные вместе с человеком потому что так теплее навоз не использовался в россии где-то до конца 19 века в качестве удобрений он мог выбрасываться из хлева но он выбрасывался где-то недалеко практически здесь же поэтому мусора всегда вокруг человека много на этой схеме показана такая начальная фаза образования культурного слоя когда человек пришел соответственно зеленая линия это все та же дневная поверхность и почва которая теперь уже перекрывается вот этим зеленым светящимся как радиация мусором вторая стадия если хижина пришла в негодность чем примитивнее хижина тем сложнее достать из нее ненужный строительный материал и утилизировать его повторно поэтому как правило возникают такие строительные горизонты одно жилище пришло в негодность поверх мусора от первого жилища строит второе это конечно идеальный случай такая идеальная схема и эта схема может повторяться несколько раз бесконечное количество раз но самое главное что эта схема работает до тех пор пока человек живет вот уходит человек из этого места и образование культурного слоя сразу останавливается когда культурный слой мощный особенно в городах в современных городах но применительно к россии где-то с 19 столетия возникает еще один эффект человек начинает много копать ям подвалы погреба траншей кабелей связи выгребные ямы туалет и все что угодно и тогда в этих локальных перекопах культурный слой еще и перемешивается но очень часто культурный слой еще есть такое сленговое выражение растет вниз он растет вниз за счет подвалов которые врезаются в ту самую геологическую породу о которой мы уже забыли да вот с которой я начал повествование у археологов существует сленговый термин материк то есть та самая геологическая порода которая осталась не переработана не почвенными процессами не перекрыта культурным слоем наверное перекрыт культурным слоем да но не задета вот теперь примеры культурного слоя из разных частей земли вот самый простой вариант вот уровень 14 столетия вот это вот темная полоса это уровень 14 века вот в 14 веке это культурный слой подмосковного средневекового города человек ходил на глубине от современной поверхности ну примерно 2 метра там для масштаба у стенки раскопа стоит рейка нивелирная а вот другой вариант когда человек пожил в четырнадцатом столетии это тоже подмосковье южная подмосковья человек жил здесь только в четырнадцатом столетии а после чего ушел непонятно почему и в общем нашем рассказе это не важно здесь культурный слой вот ну надеюсь что все видят да это темная полоса под травой вот эта темная полоса такая толстая там 20 сантиметров только за счет распашки если бы не пашня если бы здесь не прошла дисковая барана то этот культурный слой был бы еще тоньше сантиметров 10 может быть 15 то есть в чем разница между этими двумя кадрами позиция слева человек жил непрерывно с 14 столетия до современности и поэтому культурный слой такой мощный на кадре справа человек жил только в 14 веке пожил и перестал и вот собственно из следующего слайда панорама этого жироскопа девушка пытается разобрать подпольную яму 14 столетия на человек ходил примерно по этому уровню монгольские кони в 14 веке топтали вот эту траву то есть человек видел примерно этот же пейзаж такой же как сейчас другой пример вот это уже палеолит такая зарисовка бытовая археологи пошли на обед видны вот мамонтовые бивни мамонтовый зуб забытые ведра там пенки под колено и так далее сам вот этот коричневый суглинок это и есть остатки той самой пыли следы тех пылевых бурь ледникового периода надо вот этим слоем палеолита вот этот вот верхний горизонт ух не могу приноровиться к этой штуке вот это подсыпки под асфальт подсыпки под булыжные мостовые это территория современного города но и средневекового города вот если бы город не возник на месте палеолитической стоянки то мамонтовые кости лежали бы на глубине ну примерно 50 сантиметров то есть вот все желтенькое вот там где лежат мамонтовые кости это эпоха палеолита возрастом 23 или 20 тысяч лет назад булыжная мостовая сверху и асфальт это все средневековый город но и современный город итак какие же выводы самое главное что глубина и возраст никак не связаны и это означает что древние остатки могут оставаться ну практически на современной поверхности ну теперь примеры еще раз русский средневековый город самый низ отложений вот эта вот сторона это время палеолита тот самый ну примерно 14 тысяч лет назад это уже другой археологический памятник надо сказать что я показываю но почти все фотографии в общем и собственно опыта горизонт 14 века он подписан есть погребенная почва вот это белый горизонт я попробую его показать вот он это погребенная почва которая сформировалась тогда когда ледник отступил и ямы ямы которые нарушили слой 14 века я не знаю точно что это уже просто не помню но важно что вот есть яма которая слева яма номер один есть от нее выброс вот этот слой желтой глины когда копали эту яму выбросили немножко материкового грунта и есть яма номер два которая более поздняя потому что она разрушила вот это вот обрезала вот в этом месте слой желтой глины ну вообще в средневековом городе в любом в европейском средневековом городе культурный слой очень яркий там такая рыжая оранжевая прокаленная глина от развалов печей и такой ярко-черный уголь выброс из печек белая зола насыщенный органикой темный ну например слой навоза со щепой но есть и другие примеры самое главное ведь правда в том что одинаковых археологических памятников не бывает вот немецкие коллеги продемонстрировали для посетителей культурный слой немецкого средневекового города что здесь важно что все вот эти древние отложения вот они получаются в левом поле этой инсталляции разрушены подвалом подвал видимо был заброшен во время войны и есть даже такие умилительные детали вот валяется немецкая каска на ступеньках и где-то здесь вот в углу стоит ржавый маузер что нарушил вот этот подвал какие детали культурного слоя но здесь показаны практически все эпохи слева урновое погребение железного века справа все еще сложнее это урновое погребение эпохи неолита оно нарушено погребение вот торчит человеческий череп вот он это погребение видимо средневековое еще видно как в него сверху впущен перекоп от кабеля или от канализационной траншеи все что угодно то есть в городе культурный слой всегда имеет сложные условия формирования и много разного рода деталей которые осложняют конечно работу археолога вот другой пример белые камни это фундамент античных построек середины первого тысячелетия до нашей эры над ними культурный слой античности раннего позднего средневековья и современности общей мощностью 15 метров почему так много да то есть только что я показывал 23 тысячи лет на глубине полметра теперь 15 метров на глубине да на глубине 15 метров всего две с половиной тысячи лет но специфика такой архитектуры во многих частях земли я сейчас показываю пример африки и ближнего востока но на самом деле везде где не хватало строительного материала более нам привычного строили из сырой глины так называемый сердцовый кирпич который не могли обжечь ну по разным причинам не додумались либо не хватало топлива кирпич просто высушенный на солнце соответственно из него строили вполне пригодные для проживания постройки ну или вот в правом поле загон для козы а когда такая постройка приходила в негодность здесь показано заброшенное в нубийской пустыне жилище стены рухнули кирпич начал разлагаться обратно превращаясь в глину но если этот процесс происходил в городе если в городе приходила в негодность постройка из сердцового кирпича ее никак не могли утилизировать ее могли только завалить разровнять и поверх нее построить что-то новое не используя ну или почти не используя предыдущую глину поэтому если человек живет на одном и том же месте заселил некогда ровное пространство там где он строит из сырой глины из сердцового кирпича там вырастают холмы в пустынях высотой 15 20 до 40 метров высотой то что называется на разных языках тель тп ком ну то есть вариантов у разных народов множество итак самое главное что опыт археологов он очень специфичен он к сожалению не всегда или ограничено применим в разных условиях всегда в каждом отдельном случае нужно разбираться ну с каждым археологическим памятником отдельно еще один очень важный важный миф но он видимо искусственно такой сгенерированный о том что поиск металлоискателем не повредит по настоящему древнему археологическому памятнику потому что металлоискатель может зацепить вот столичка древний памятник должен быть вот так на такой глубине но из того что я сказал следует что все как раз наоборот да памятник любой древности может лежать на любой глубине естественно что его очень легко повредить но как вариант вот погребение эпохи викингов поскольку эта указка не показывает точечно я вот верьте мне на слово вот это вот белые белые крупицы на черном фоне это кости человека и животного сожженные примерно тысячу лет назад они принесены из погребального костра и здесь высыпаны самое главное на этих фотографиях не сами погребения а то какова мощность дерна над ними вот этот дерн он здесь довольно толстый за счет того что это краешек бруствера окопа 41 года вот если бы не война то эти погребения просто были бы скрыты травой то есть их можно было ну траву срезать ножом ковырнуть совочком и погребение возрастом тысячу лет оказывается практически под ногами вот другой пример это жилище но так называемая дьяковская культура у них тут разный возраст 2400 2800 лет назад самое главное что вот на этой фотографии видно каков над ними культурный слой он мощностью всего 30 40 сантиметров ну так сложилось до памятник не виноват но если сюда прийти с металлодетектором можно вытащить все самое вкусное и тем самым ограбить памятник поэтому пожалуйста не ходите с металлодетекторами это очень плохо что касается погружающихся в землю домов я очень часто слышу этот вопрос вот у нас стоял дом стоял стоял потом провалился или вот дом стоит по окна в земле значит он просел плохо строили в древности строить не умели на самом деле конечно обратная ситуация я никогда не слышал про то чтобы дом стояла потом провалился а вот ситуация когда культурный слой растет люди этого не понимают она обычная дело еще в том что срезать асфальт например и вывозить его куда-то далеко превращать его в асфальтовую крошку научились сравнительно недавно ну 20-30 лет назад максимум в европе до этого конечно починить мостовые всегда было проще положив асфальт поверх то же самое с мостовыми любой конструкции вот здесь немецкие коллеги показали нижний уровень это торчат бревна от средневекового кемница дальше подсыпки под булыжные мостовые и самый верх это современная брусчатка показан заброшенный коллектор трубы кабели связи канализация то есть в городе все происходит очень быстро вот еще один пример коломна археологам дали задание сделать вертикальную планировку снять культурный слой чтобы восстановить гидроизоляцию этого храма значит уровень раскопок но его хорошо было видно по побелке вот с какого уровня начали копать и обратите внимание на как раз колодец канализационный и на люк гидранта который оказался на двухметровой высоте на какой уровень вышли в этом сюжете археологи надгробные плиты 17 столетия вот они они лежат на своем месте их просто заносило мусором и здесь вот еще видно отмостка храма то есть человек в 17 веке ходил на эти могилы своих родственников по вот этому уровню и ключевой момент из чего состоит культурный слой видно вот по этому разрезу вот эта стенка раскопа это слои фактически строительного мусора это известковый раствор кирпичный бой время постройки храма несколько ремонтов храма плюс советское время разравнивали строительный мусор культурный слой вокруг храмов состоит из обычного строительного мусора почему ну потому что разровнять проще чем вывести вывести затратно это ну экскаватор устроен сложнее бульдозера тем более если вы разравниваете лопатой в городе вот культурный слой он еще почему растет быстрее вот представьте себе вода в стакане и тот же объем воды разлитый по полу где столбик воды выше высотой конечно в стакане в городе всегда тесно поэтому к культурному слою мусору ему по большому счету некуда деваться поэтому он растет вверх быстрее чем ну например в сельских обычных поселениях ну вот собственно и вывод ну и еще один миф я честно говоря не ожидал что этот миф пустил такие корни для меня самого это было большой неожиданностью про страшные наводнения которые в 17-18 веке затапливали европейские города и которые ученые скрывают что было на самом деле ну на самом деле было довольно теплое время которое начинается в эпоху викингов и примерно в монгольское время начинается похолодание приблизительно с 17 века с начала 17 века начинается пик похолодания который называется малоледниковый период как выглядит история оки правый берег низкий правый берег оки вот я покажу два примера но вот этот вот нижний самый нижний горизонт вот этот темный ну назовем его черным это слой погребений кремации эпохи викингов точно такие же которые я показывал несколько слайдов назад что над ними над ними лежит горизонты коричневого такой коричневой глины в перемешку с песком видны прослойки песка когда образовался вот этот самый слой коричневой глины вот в правом углу монеты это монеты копейки чеканки Михаила Федоровича то есть вот эти наводнения начинаются в начале 17 столетия и это хорошо коррелируется с письменными источниками мы помним что смутное время в России началось восстание хлопка восстание хлопка начинается после голода 1601-1602 годов были ли какие-то страшные наводнения ну можно сказать что да вот эти вот прослойки песка вот они разделенные тонкими коричневыми такими горизонтами это действительно следы очень сильных паводков весенних разливов оки когда они происходили вот две находки крестов они примерно одного времени это последняя треть 17-го, первая четверть 18-го века один был найден под вот этими горизонтами с песком второй над ними то есть все это происходило вот особенно сильные разливы они случились в конце 17-го, в первой четверти 18-го столетия ну условно говоря за время жизни Петра I но что это такое? это именно весенние паводки это означает что если вы находитесь ну там ближе 50 метров от русла реки то действительно река начала вести себя в это время принципиально по-другому сильное похолодание, сильная влажность река стала разливаться и иногда даже подымывать собственный берег о чем свидетельствуют вот эти прослойки песка но если вы посмотрите вот на эту фотографию то будет видно что коричневый слой состоит из таких тонких-тонких прослойок беленькая-темненькая, беленькая-темненькая вот одно сочетание беленькая плюс темненькая это время одного весеннего паводка можно даже иголочкой по стенке посчитать сколько весенних паводков отложилось вот в этой стенке раскопа на берегу Оки еще один пример как выглядит это уже совсем низкий берег Оки это примерно в 20 метрах от русла современной реки сразу могу сказать, что на Москве реке ситуация практически такая же те же почвы погребенные с тем же возрастом итак, нижний горизонт вот красные пятна это места отбора образцов на радиоуглеродный анализ в данном случае он получен по органике из самих этих горизонтов самый нижний горизонт имеет возраст 4,5 тысячи лет это время эпохи бронзы человек здесь не селился, но видимо посещал это место эпизодически а вот горизонт, который такой коричневый второй снизу вот этот вот горизонт возрастом 2800 лет назад здесь человек как раз активно проживал но и река в это время довольно активно разливалась следующий темный горизонт возрастом 1700 лет это время, когда человек опять избегает здесь селиться потому что здесь активные паводки это время, условно говоря, от падения римской империи это называется эпохой великого переселения народов почему мы знаем, что это место использовалось под пашню? ну, в основном из анализа пыльцы древних растений, которые выпадали вот тогда в этот самый горизонт затем наступает теплое время и затем последняя стадия это все тот же коричневый вот эта коричневая глина состоящая из тоненьких прослоек то есть время с 17 века и до современности и вот эта монета полушка от нее есть даже дырка в стене она прочувствована, что называется, металлоискателем показывает Петровское время то есть время вот еще раз вот самый низ контакт коричневого и черненького это 17 век а монета времени Петра I примерно в 20 сантиметрах выше ну, еще раз страшных наводнений которые бы затопили города их не существовало их не существовало уже хотя бы потому что 17-18 век он насыщен письменными источниками у нас есть там все вплоть до судовых журналов наблюдений метеостанций да, такое событие невозможно было бы скрыть но ну, скажем так повод для таких разговоров он действительно существует это похолодание малого ледникового периода а в малом ледниковом периоде реки стали вести себя по-другому да, они стали очень сильно разливаться в основном за счет весенних паводков но во-первых они стали действительно приносить глину алювиальные ну, да, у почвоведов это называется алюви это стало действительно ускоренно складываться в поймах рек но это же процесс растянутый на столетия и самое главное что ну, действительно, если вы находитесь далеко от реки то вы весной просто любуетесь пейзажем окскими разливами, например а если вы живете непосредственно у воды то, наверное, да начиная с 17-го столетия это становится довольно неприятно ну, и литература на самом деле самая элементарная дело в том, что все-таки культурный слой это такое базовое понятие что ну, я, может быть, даже немножко неловко себя чувствую порой, да объясняя какие-то элементарные вещи а с другой стороны мне так часто задают вопросы которые ставят меня в тупик что, наверное, этот разговор ну, имеет некоторый смысл спасибо за внимание большое спасибо вопрос вам хочет задать наш эксперт Наталья Зарецкая дайте Наталье, пожалуйста, микрофон Наталья вопрос мой такой вы говорите о том, что в начале 17-го века начались катастрофические паводки в то же время некоторые исследователи связывают начало этих паводков с началом массовой распашки как вы думаете есть ли такая связь прямая она или обратная спасибо вопрос с подковыркой Наталья Евгеньевна спасибо а я могу вернуть фотографию вот я жму обратную кнопку верните презентацию, пожалуйста презентацию верните, пожалуйста на экран вернемся вот к этому профилю вот то, о чем вы сказали действительно существует точка зрения это, конечно, абсолютно такая внешне логическая конструкция люди начинают активнее пахать землю вырубают леса лес он задерживает таяние снега и таяние снега теоретически в лесу проходит более растянуто по времени и, соответственно паводки не такие дружные не такие резкие плюс пашня она в представлении многих она черная она притягивает солнечный свет соответственно на пашне снег тает быстрее но вот что видно из этого разреза у нас монеты начали выпадать по нашим данным 17 века тогда когда распашка уже началась ой, простите когда уже начались наводнения когда начались наводнения это монеты царствования Михаила Федоровича это правый берег Аки что это означает щуровского боярина Кикина поймали в 1619 году татары на правом берегу Аки и отправили заниматься фитнесом на галерах это означает что никакой распашки в начале 17 века в обстановке гражданской войны в обстановке когда орудуют татарские банды снова прорываясь через засечные черты никакой распашки быть не может она начинается гораздо позднее мы видим что паводки начались когда был максимальный спад хозяйственной активности поэтому конечно логичнее связать начало вот этих сильных паводков весенних именно с похолоданием тем более что есть письменные источники которые прямо об этом говорят надеюсь что я ответил на ваш вопрос спасибо большое значит вопрос делегата хороший вопрос в селе где живет моя бабушка за 50 лет культурный слой совсем не вырос почему ну археологи они очень суровые как правило они только после вскрытия могут объяснить от чего умер больной поэтому чтобы ответить на этот вопрос надо поехать в село к бабушке сделать бабушку вскрывать не надо но мы можем вскрыть например участок возле ее дома и уже по стенке попытаться распутать историю накопления культурного слоя возле конкретного дома да абстрактно ответить на этот вопрос не видя конкретной ситуации просто нельзя но я вот показывал одну из картинок да почему в сельской местности в целом в сельских поселениях культурный слой растет не так быстро просто потому что он растекается ему есть куда ну и конечно самое главное что человек за время своей жизни не в состоянии контролировать накопление культурного слоя если только это что-то не очень быстро ну например как слои асфальта ну вот наверное так давайте теперь отдадим микрофон в зал пожалуйста в левых рядах поднимайте руки прошу добрый день Владислав Москва вот как было сказано в общем в современных городах достаточно большой объем культурного слоя ну и соответственно археологических находок может быть достаточно большое количество в той же самой Москве активно ведется строительство в том числе там подземные сооружения всякие строятся а вообще как-то ведется не знаю защита вот этого археологического наследия и вообще как построены это что есть какие-то мероприятия которые проводятся или как-то мир как-то вот в этом плане ну конечно да вообще долгое время в России в Советском Союзе было самое передовое законодательство по охране культурного слоя и еще там до войны при строительстве первой очереди московского метро были разверты масштабные археологические работы это 73-й федеральный закон который предписывает строителям проводить раскопки до начала строительства за счет строителей вот у нас закон устроен таким образом ответственность за сохранение культурного слоя возложена на строителей сохранить культурный слой в данном случае это значит исследовать его археологами но правда любые раскопки конечно означают разрушение культурного слоя то есть если можно не копать то лучше не копать но если очень хочется что-то построить общественно значимое то в таких случаях включается механизм предварительных раскопок и в Москве да существует тоже целая система работают свои московские археологи которые этим же и занимаются пожалуйста правые ряды да давайте микрофон представляйтесь пожалуйста прошу добрый день Алексей Москва от почитателей научного телеканала РНТВ регулярно слышу что никакого монголо-татарского ига не было последний аргумент буквально неделю назад представь как они до сюда вообще могли дойти вот внимание вопрос есть ли археологические памятники однозначно подтверждающие ну скажем движение туменов монгольских вот непосредственно от Монголии ну скажем до Волги такие лежащие в сторону Москвы ну самый яркий пример наверное это Ярославль это раскопки Инговатовой это раскопки уже двухтысячных годов когда огромное санитарное захоронение их много в том числе ну так сказать люди зверски убитые ну наверное самый яркий пример разрушение Ярославля в том числе там среди убитых есть и один человек ну скажем так не славянского происхождения взрослый мужчина который ну тоже имеет травмы скажем так приведшие к смерти возможно это и один из захватчиков который нечаянно оказался ну так сказать сброшенным в санитарное захоронение вместе с Ярославлем известные монгольские захоронения в степной зоне в том числе с трофеями то есть насколько я понимаю есть прецеденты когда с воином положено одеяние сшитое из одеяния священника захваченного явно во время похода на Русь то есть такие прецеденты есть говорить о том что есть какие-то массовые захоронения нет их не существует надо сказать что монгольское нашествие все-таки это такой феномен который оставил зримых следов меньше чем нам хотелось бы вот наверное так но тем не менее да такие следы есть или раскопки Каргера в Киеве там тоже хрестоматийные следы разрушения Киева 1240-41 годов давайте вопросы из задних рядов пожалуйста поднимайте руки смелее да и двумя руками даже кто-то машет вы идите навстречу девушки с микрофоном смелее спасибо спасибо Валентина Санкт-Петербург у меня такой вопрос можно ли позвать археологов к себе в гости имея ввиду например человек я думаю что Александр с радостью к вам для работы позвать в гости имея ввиду следующую ситуацию например человек является собственником участка и живет он допустим в поселении где известно что век этанон 16 были поселения являясь собственником этой небольшой территории он может предложить археологам прийти раскопать культурные слои ну как бы ему просто хочется поддержать науку есть у нас законодательное какое-то вот урегулирование такого вопроса прецеденты и так далее ну конечно можно весь вопрос на каких условиях нужно же понимать что экспедиция это очень затратно то есть за это кто-то должен платить если вы говорите что у вас есть слои 16 века вы будете удивлены немногие археологи откликнутся то есть всегда это вопрос как заинтересовать того или иного специалиста и чем его привлечь должна быть какая-то проблема так чтобы человеку захотелось исследовать именно этот слой 16 века просто мест где есть слои 16 века в России очень много на всех археологов не хватает у нас археологов примерно столько же сколько в Англии насколько я понимаю поправьте меня Англия она территориально чуть-чуть поменьше чем Россия а археологов примерно столько же поэтому у нас гораздо больше археологических памятников чем археологов но если у вас что-то очень интересное то конечно мы с радостью черепа астралопитека например нашли пожалуйста балкон слово балкону вот рука я вижу здравствуйте меня зовут Алексей город Москва у меня вопрос следующий касающийся стратеграфии то есть понятно что если город поселение какое-то существует долго то культурный слой будет довольно активно накапливаться и мы можем тот или иной предмет датировать просто по его местоположению в земле а если люди приходили время от времени эпизодически то может получиться так что артефакт пятого века допустим двенадцатого века лежат в одном и том же слое существуют ли какие-то стратеграфические методы позволяющие датировать вот в этом случае или остается только радиоуглерод и другие методы датировки вот как археологи такие вопросы решают ну археология как наука сформировалась задолго до радиоуглеродного метода и успешно не скажу что обходилось да тем более что здесь сидит Наталья Евгеньевна я боюсь при ней говорить такие вещи но без радиоуглеродного метода археология существовала есть в конце концов типологический метод это классика да вещь двенадцатого века вспомните аттракцион который проходит в фойе да угадайте вещь ну так сказать возраст вещи да вещь двенадцатого века это не та же самая что вещь пятого века ножик наконечник стрелы они другие и это какого времени какая вещь это другие отрасли археологии это типология и хронология поэтому если лежит вещь пятого века и вещь двенадцатого века в одном стратеграфическом горизонте археолог скорее всего это поймет ну просто потому что это сделано отцами основателями еще в девятнадцатом там начале двадцатого столетия здесь стратеграфия может буксовать и в целом попытки датировки по глубине такие идеи высказывались там пятьдесят семьдесят лет назад но это тупиковый путь потому что скорость накопления культурного слоя всегда зависит от конкретных локальных условий нельзя линейка померить стенку раскопа и сказать 20 сантиметров это там двести лет назад такого не бывает конечно пожалуйста вопрос который будет последним из левых рядов давайте микрофон энергично да прошу здравствуйте меня зовут Дмитрий спасибо за лекцию вопрос у меня несколько наверное абстрактный об археологии будущего если представить что через тысячи лет останется археология и вообще человечество не будет сметено катастрофой сейчас археологи копают потому что зачастую это единственный способ как-то узнать как жили люди раньше как вообще что-то происходило сейчас информация сохраняется обрабатывается такими темпами что через тысячу лет ее будет больше чем вообще можно воспринять не будет ли тогда задача археолога скорее копать не землю а информацию спасибо но даже сейчас эффективность археолога зависит от его образованности почему люди идут в археологию потому что если вы плохо читаете то в археологии все книжки с картинками и ваше образование ваш кругозор он зависит как правило от того насколько вы знаете литературу в первую очередь картинки вы должны смотреть и даже если книжка написана на непонятном языке все равно там будут картинки вы должны впитывать информацию чтобы понять хотя бы вот перед вами лежит предмет что это и где искать ему аналогии в первую очередь надо сориентироваться а вот эта ориентация зависит от знания литературы поэтому даже сейчас ну да это наверное еще один миф во-первых археологи работают все-таки головой в первую очередь а не лопатой и основная часть работы археолога еще один вопрос миф такой да что вы делаете зимой да зимой самая большая работа это конференции это написание трудов написание полевых отчетов и это все и требует наибольших трудозатрат это то и есть наука а не работа в экспедиции и как раз работа с литературой работа с информацией отнимает большую часть времени естественно что чем больше будет накапливаться объем знаний тем больше времени это будет отнимать по-моему Клейн вывел формулу что за 20 лет объем данных в археологии удваивается конечно мы находимся в положении несколько более сложным чем даже наши учителя им было проще меньше нужно было знать литературу больше классиков марксизма вам предстоит выбрать лучший вопрос я могу напомнить вопросы были о защите археологического наследия о подтверждениях ига о археологах в гостях вас пригласила девушка о стратеграфических методах датировки и археологии будущего давайте девушка раз уж гостя пригласила девушка получает книгу ученые скрывают наш уважаемый докладчик получает подарок от нас блокнот от компании фанпин и пингвинопитек джедай работы павла краснова на экране сейчас появится скетч юлии родиной посмотрите пожалуйста на тему вашего выступления большое спасибо спасибо за субтитры спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!